Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в сказочный мир викингов и скандинавской мифологии. Продолжаем выживание и путь в Вальгалу в игре Вальхейм. В прошлой серии, основательно подготовившись, затарившись всякими вкусняшками, медовухой, навесив на себя крутую броню, бронзовый щит и меч, мы отправились на войну со вторым боссом этой игры под названием древней. Это огромное гигантское магическое дерево, которое колдовало в нашу сторону всякие разные непотребства, но в итоге при помощи лука мы победили его и получили с него вот такой вот интересный ключик, болотный ключ, который покрыт коркой грязи и воняет. И теперь наш путь лежит на болото. Это следующая локация в этой игре, следующий биом, довольно красивая, атмосферная, но при этом она такая зловещая, я бы сказал, даже страшно красивая локация, то есть она и страшная и красивая одновременно. Людям, которым нравится всякая дарк фэнтези, такая локация придется по душе. На заднем плане можете видеть переделанную таверну. Она, конечно, не в корне была переделана, но концепция была немножко переработана. Я добавил много интересных красивых элементов, например, сделал крышу постоянно с такими вот выпирающими крестиками. Ну, они именно крестики такие, которые вешаются на фасад, да, но при этом не выглядят крестиками, выглядят такими выпирающими элементами. Не знаю, как вам показать это все более более масштабно, но вот отсюда может быть хорошо видно. И немножко я переделал внутри. Давайте сейчас вот сюда зайдем, подбросим в топку дерева, чтобы у меня продолжил плавиться уголек. Давайте пока, наверное, повесим этот фонарик, чтобы нам хоть что-то здесь видеть. Пофармил неплохо за кадром, и дерево рубил, и руду добывал. Спасибо за совет по поводу второго сервера, я им пользуюсь. Да, совет хороший, может быть не совсем честный, но опять же, друзья, фармить в этой игре нужно огромное количество времени, а времени, черт возьми, нет. И так у меня эта игра забирает больше, чем приносит пользы, так скажем. Ну да ладно, пока игра нравится, пока игра интересная, будем играть, будем строить, будем воевать с боссами и так далее. Так, ну что, возвращаем шапочку. В этой серии нам все пригодится. Мы отправимся с вами на болото. Так вот, я сейчас вам все покажу, и что внутри сделал, и что снаружи. Ну, снаружи вы можете видеть. Я еще проапгрейдил всю свою существующую броню. Теперь у меня все максимально возможного уровня. Далее нам нужно добывать железо, которое находится в криптах. Как раз-таки ключ, вот этот открывает доступ к тем самым криптам. Это что-то типа тех погребальных комнат, но более в таком нормальном виде оформлено. То есть погребальные комнаты же совсем там какая-то дырка в скале, да? А эти крипты это уже что-то более-менее такое рукотворное, настоящее. Вот, мы с вами отправимся туда сегодня, но давайте по порядку. Давайте покажу, что сделал в таверне. Вот такое вот у меня внутреннее оформление. Можете посмотреть. Часика два я, наверное, убил на это на все, на перестройку таверны. Ну, это не считая, наверное, сколько времени еще убил на фарм. Но, опять же, пока пока нравится, пока интересно. Вверху, как и думал, я сделал вот такую люстру. Сколько там у нас получается? Восемь, да, друзья? Восемь подсвечников. Но два боковых почему-то не горят, но вроде бы свет дают. Причем я заметил, подсвечники вот эти очень-очень медленно расходуют запас смолы. На самом деле, очень выгодная штука. Разобрался, как вешать вот подобные трофеи на стену. То есть, у нас довольно много скопилось вот этих вот оленьих голов, плюс головы всяких мифических существ, ролей, вот этих грейдворфов и так далее. Черепаски летов есть. Разобрался. В принципе, это не сложно. Давайте я вам покажу. Мы с вами можем делать вот такую штуку. Вот такую штуку. Вот она. Стойка для предмета. Она как раз-таки вешается на стену. И есть еще вот такая стойка для предмета, которая ставится на стол. На стул, на пол, ну куда угодно. В общем, можно на нее что-то тоже ставить, что-то вешать. Интересно. Мне понравилось. Я в итоге вот так вот оформил нашу таверну. Хорошо. Что у меня здесь? Медовушка. Посмотрим, какая. Соберем и будем с вами потихонечку держать путь на болото. В прошлой серии мы с вами заглянули, получили там нормально так по щам и решили больше пока туда не ходить. Так. Все вроде готово. Еда есть. Хорошо. Давайте, может быть, еще мясца до кучи возьмем. Вот так вот. Не знаю, сколько времени мы проведем на этих болотах. Ну, посмотрим. Так. Здесь у нас выносливость и здоровье. Здесь у нас 40-30, а здесь 45-25. А, то есть рыбка, получается, чуть больше здоровья дает. Ну, ладно. Так. Что у меня еще изменилось? Честно, я не помню. А, ну, огороды я поддерживаю здесь. Стараюсь поддерживать. Это уже выросшая морковь. Ее по-хорошему бы надо было бы собрать и семена собрать. Но нет времени, друзья. Разрываюсь. Просто на куски рвусь в этой игре. Не знаю, чего делать. Как все успеть? Кабанчиков периодически режу. Кстати, скопилось. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж. Много вас, ребятушки. Давайте, наверное, забьем парочку. Пригодятся. На самом деле, друзья, вы не смотрите на то, что я так с легкостью всех добываю. Этих кабанов их, собственно, и держат. Точнее, разводят и вообще заморачиваются с кабанами не для красоты, а именно для того, чтобы у тебя под боком всегда было мясо. А они наверняка все хотят есть, да, потому что у нас их наплодилось что-то очень много. Я про них забыл. Заморачивался таверной. В итоге про этих кабанов я забыл. И там еще поросеночек есть. Короче, короче, все делаем гораздо проще. Оставляем только двух, потому что поросяток они еще нам наделают. Я, в принципе, так и делал. Оставлял только двух кабанчиков. Все, хорошо. У меня есть какие-нибудь ягоды? Нет, ягод нет, поэтому давайте-ка, наверное, сейчас подкормим вот этих оставшихся по-быстрому. Немножко позаморачиваемся по хозяйству и отправимся на болото. У меня где-то ягодки имеются. Надо бы, наверное, там сундучок поставить с ягодками. Будет удобно. Так, чем подкормим? Давайте, наверное, вот этой штукой. Вот. Таверна, конечно, стала выглядеть очень круто. И я планирую, на самом деле, снести вот это вот все, абсолютно все. И что-то мне хочется большого. Захотелось большого. Больших построек, мощных, викинских, таких огромных. А то у меня получается все какое-то миниатюрное, маленькое, домики какие-то там на одного человека, который зашел и развернуться там абсолютно негде. получается. Сейчас вот так вот делаем красиво, быстро. Оп-хоп, хоп-хоп-хоп. И закидываем ягодки по одной. Не знаю, надо ли делать так или можно закинуть пачкой. Кстати, давайте мы сейчас вот как сделаем. Сюда мы будем кидать вот так. А сюда мы кинем просто пачку. И посмотрим, как долго они будут эту пачку трепать. Оп. Ну и вот так даже закинем. Ладно. Ягоды я еще насобираю. Кстати, нашел интересный способ. Не знаю, поможет вам или нет. Делаю как. Захожу в настройки, выключаю полностью траву. Где? Вот. Делаю вот таким образом. Раз. Да, становится некрасиво. Голо как-то неуютно. Но при этом, друзья, видны очень хорошо. Грибы, ягоды. Все вот это вот дело. Семена какие-то. Очень здорово видны. Но, конечно же, мы с вами будем играть на полной графике, естественно. Вот. Красиво. Так. Ну что ж, вспоминаем. У нас телепорт под номером один ведет как раз таки на болото. Давайте, значит, мы с вами сейчас кушаем. Подойдем к костерку. Восстановим здоровье. По-быстрому, да? Под костром, я думаю, побыстрее, наверное, должен процесс пойти. Заодно еще немножко посмотрим на таверну. Ломаная крыша оказалась на удивление красиво. Я что-то как-то до этого не думал. А тут на тебе, пожалуйста, сделал. Флаги вот эти тоже делаются элементарно при помощи ягод. Обрывка в кожи. Вот как раз таки с кабана, которую получаем, кстати, по поводу кабана и мяса, да? Давайте-ка мы все это дело сейчас с вами вот сюда и переложим. С собой мы это брать не будем. Вот эти трофеи вешаются элементарно. Ставите на слот и вуаля. Подходите к табличке, которую предварительно на стену повесили. Кликаете. И вешается трофеечек. Очень удобно. Классно получилось. Мне нравится. Хотя бы сейчас выглядит уже прям как настоящая жилая постройка, а не как это самое, да? Не как что-то такое. Полуфабрикат какой-то технически непонятный. Так, еще разок я зашвырну уголька, потому что очень много, друзья, его нужно. Он уходит с бешеной скоростью. Жечь его надо здесь постоянно в промышленных масштабах. И отправляемся с вами на болото. Вот этот портальчик. Эх, ну что ж, поехали. Страшно, черт возьми, потому что в прошлой серии прям лихо по щам навернули на болотах. Что там, призрак какой-то прилетел? Давай меня трепать. Валять? Мне это не нравится, я так не хочу. Не хочу, чтобы меня валяли и трепали. Смотрите, уже есть клиент у нас, да? На познакомиться. Сгустень. А сгустень не берет. Смотри какой. Слушай, подожди. Да, это нечестно. Какой яд лютый вешает гад, а? Проклятый. Нет, какой-то урончик по нему проходит, но почему-то серого цвета. Мне показалось, что его стрелы не берут. Да нет, берут нормально причем. Мне кажется, это куда лучше расклад с этим сгустнем. Смотри, камнем прикрылся хитрец-огурец. На, получай. Давай, до свидания. Разговор с тобой короткий. Так, ну что, идем. Тихонечку идем. Входим на болото. Значит, нам нужно найти, во-первых, крипты, так называемые, проникнуть туда, посмотреть, что там, кто там. Во-вторых, нам нужно найти вот такой камешек, который показывает нам расположение боссов. На болотах можно, кстати... Пьявка, смотри-ка ты. Щемит. Щемит, щемит на всех парах, зацени. Не щемит. А, с нее что-то упало, кстати. Воу! Воу, медовуха новая. Слушай, ну классно. Так, тихо, тихо, тихо. Че такое? Аж началось. Так, допустим. А, мясо здесь можно подфармить, наверное, с этих пьявочек, да? Это неплохо. Добавлено что-то. Слушайте, новые, новые рецепты, новые ингредиенты. Это круто. Вот она, крипта. Смотрите, уже первая нам попала здесь. Ну, пьявку будем фармить, по-любому. Пусть няки мне нужны. Так, че-то, че-то пошло, пошло, пошло. Аккуратно. Яд. Ой, яд вешается надолго. Так, вообще неприятно. Дайте подхилимся, наверное, да? Нет, ну че-то попозже подхилимся, я думаю. Будем расстреливать, наверное, по возможности. Ах ты ж, смотри, хитрая какая, спряталась. Хорошо. Да, че-то лихо пробивает, на самом деле. Смотри, какой страшный дед. Я, на самом деле, их видел так-то. Вот, но посражаться мы с ним, конечно, посражаемся. Ну, давайте пока постреляем, наверное, пока он идет. На, получай. Слушай, неплохо пробивается. Очень хорошо. Подожди, подожди, мужик, подожди. Подожди, мужик. Пиджакет. На, получай. Смотри, колбаски. Можно делать классно. Слушай, а колбаски же, наверное... Там матерый какой-то. Жесть. Желтенький. А это слезняк. Интересно. Ха-ха, не ожидал? Слизнячок. Дружок. Так. А если мы с вами... Сменим тип стрелы, попробуем сжечь эту тварь просто заживо. Получай. Вонючий ты слезняк. Смотри, там их два выскочила. Жесть. Прямо на голову прыгнул, гад проклятый, а? Проклял меня. Прямо нагадил меня на голову. Ладно, какие-то они долгие. Это не долгие. Давайте мы, наверное, вот сюда ломанем. Смотри, скелеты прут. Так, тихо, тихо, тихо. Опасно-то как? Слушай. Невозможно употребить сейчас, да? Интересно. Матерый драук. А там еще эти пиявки нападают, да? Походу. Короче, всех вас буду сейчас расстреливать. Ну вас к черту. Запарили. Получайте. Буду кайтить и расстреливать. Оп. Да, опасно на самом деле. Много противников на хвост повесил. Что сейчас будет, не знаю. Ничего хорошего, я думаю. Закончится выносливость, и будет вообще все плохо. Но мы этот момент предвидим. Стараемся. Давай минуснем вот этого, чтобы не бегал за нами просто так на халяву. Слизняки меня напрягают. Они вешают этот яд, он какой-то дико лютый. Очень долго. Висит очень долго вообще, на самом деле. Так, смотри, забагали его. Обойдешься. Ох, жесть, нет. Так, немножко подрегенимся сейчас. Сейчас опять яд повесит на меня на халяву, чертов гад, вонючий слизень. Смотри, он так и норовит на меня напрыгнуть. Сколько, 20 единиц носит этот драук? Матерый. 35. Нет, 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 нет. Нет, 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 слушай, подожди, что-то лютые какие-то вы пацаны. Опасные твари, очень лютые. Ну, слизень поганый, умри. Просто умри. Ты меня достал уже за мной тут бегать. На халяву меня начинять, гад вонючий. Пошел вон отсюда. Противная какая локация, безумно. Я промахнулся? Серьезно? Вот дурака этого обдурим. Запинаем его, застрелим. А, смотри, он отбивается от деревьев, да? Надо бы это использовать в своих интересах как-то. Пошел вон. Что же будет в крипте-то? Вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Смотри, уже пробивают, да, здорово. Но локация непростая, да. Как-то вот я привык уже к халяве практически в этих предыдущих локациях. А здесь прям, смотри, здесь дают прям просраться. Не побоюсь этого слова. Именно это и дают. Так, а куча грязного лома. Это то, что я думаю. Это то, что я думаю. Металлолом получаем. Смотри, классно. И пробиваем себе по ходу проход в следующее место, да? Как я понимаю. Слушай, ничего себе не придумали, как прикольно, да? Смотри, пробиваешь себе сам места. Ну, точнее, прям проход. В другую локацию. Давайте наденем фонарик. Здесь то же самое? Нет, здесь не то же самое. А вот здесь, да, смотрите, такая же локация. Давайте эту тварь расстреляем, наверное, да? Только вот этими стрелами. Ну, вылези сюда, гад. Вылези, я тебе говорю. Нет, смотри, не получится. Стоило лук убрать, тварь вылезла. Хорошо. Продолжаем. Продолжаем разговор. Так, ну что-то как-то не густо. Так-то. Подожди, это нам каждый, каждый раз вот это надо делать? Ну, в принципе, прикольная механика так-то, да? То есть ты здесь еще должен расчистить сам себе дорогу, чтобы эту крипту исследовать. Иссохшая кость, кстати, смотри. Немножко сейчас давайте восстановимся. У нас уже заканчивается действие еды, замигало все. Но еды много с собой. А в итоге сколько у нас металлолома этого? Ну, неплохо, в принципе. Что-то я как-то не мониторю, сколько его падает. Но там он тихонечко, наверное, выпадает, да? И фармится потихоньку. А, смотри, драук матерый. Матерый гад. А, ну мы походу стоим друг друга, друг. Не, ну я-то поумней. Хм, Ксюша. А? Что такое? Взял, сломал светильник. Ну что ж ты за человек-то такой? Хотя, о чем я? Ты не человек. Опа, блокирование видел? Не ожидал? Друг мой зеленый. Потроха, давай сюда, потроха своей. Так, ну давайте мы, наверное, будем рубиться туда, где есть какие-то проходы. Ммм, а здесь получается тупичок, да? Ну только что, опять же, можно добывать вот этот лом. Знаете, в чем неприятность ситуации всей? Я вам скажу. В том, что у меня не так много с собой кирок. Всего-то одна, на самом деле. То есть мы с вами... Да подойди, что ближе. Мы с вами, ну как только кирка сломается, делаем отсюда ноги. Потому что нам более делать будет нечего особо. Ну с другой стороны, мы уже с вами продуктивно сходили, да? То есть мы нашли новый вид металла, а это значит, что это новые инструменты, новые ингредиенты и все такое прочее. Так, 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 где-то еще вот здесь достанешь ты туда? Нет, наверное, давайте не будем даже кирку ломать. Хорошо, значит здесь у нас тоже, скорее всего, тупик. Здесь. Непонятно, но, наверное, тоже. Ну давайте попробуем ломануть сюда немного. И будет видно сразу, тупик здесь или нет. Ну да, здесь тоже тупик. Да, вот видите, он не попадает туда, куда я хочу. Ладно, вот здесь, по-моему, был проход. Давайте сюда задолбимся. Вот замечал, что когда она начинает мигать, еда, то у тебя уже падают параметры. То есть мигающая еда означает, по идее, что заканчивается срок действия. Но здесь оканчивающий срок действия сделан интересным способом. То есть ты начинаешь потихонечку хотеть кушать, и у тебя по чуть-чуть начинают падать параметры. Представляете, какая там вонь? Жижи, это вонючие. Звуки вообще офигенно сделаны. Так, есть тут еще куда бабахнуть? Отлично. Хорошо. Иссохшая кость. Берем. Грибочек берем. Кстати, вот эти вот... А, смотри, скорее всего, подобные светильники мы с вами сможем делать при помощи вот этого нового металла, который добыли. Что происходит, простите? Сгустин, ты что там? Запутался, бедняжка. Но я сейчас помогу, подожди. Грибочки забираем обязательно. Свинок кормить нечем. Так, что выпало? Металло... 16 металлолома. Нет, брать. Однозначно брать. Вместо чего? А-а-а, хороший вопрос. Ну, вместо обрывков, я думаю, что я со своих свинок обрывок настригу. Солото, жесть. Ну, кости тоже у меня есть, ничего страшного. Обойдемся без костей. И слишком тяжелый груз, да? Ах, вот это, черт возьми. Нет, ну не слишком еще пока тяжелый. Немножко тяжелый, но не слишком. Сейчас посмотрим, что можно выложить. Что не выкладывай, сколько весит? Вес 0,8, да? Ах ты, жесть, жесть, жесть. По идее, вот все что угодно можно выкинуть. Но не хочу выкидывать вот эти новые всякие предметы, ингредиенты и все такое. Пропашник выкинуть. Хорошая штука. Хотел же, блин, оставить его на самом деле. Ну, что-то нам надо выкинуть. Ладно, сейчас подумаем. Так, а едой мы не уменьшим. Кстати, еда весит много. Давайте, наверное, сделаем вот как. Выкинем штучки. Две, да? Вот. Все. И тогда мы с вами дальше не продолжаем путь. Смотри, можно прям занырнуть. Офигеть. А вот это что такое? Подожди, а может... Не, ну это, видимо, корни сверху, да? Ну и что, получается все вроде как, да? То есть, если дальше рубиться только здесь, в этом месте... То есть, крипты устроены вот подобным образом. Ну, что уж, будем знать. Давайте, наверное, возвращаться домой. Где у нас там портальчик наш? А, вот он, собственно, на миникарте уже виден. Хорошо. Неплохо сходили. Сейчас посмотрим, что можем из этих новых рецептов сделать. И, может быть, вернемся, потому что нам нужно найти камень, который покажет расположение следующего босса. Так, а следующий босс это гигантская куча вонючей слизи и костей. Выглядит она, конечно, мега зловеще. Ну и бой с ней вроде как не очень простой. Но мы победим, я в это верю. Ах ты ж гадство какое, ты смотри. А мы не можем, получается, с этим железом телепортироваться, да? Блин, как противно. Вот это сделано. Так, а там какая-то есть химия на эту тему. То есть как-то можно телепортироваться, да? Только нужно для этого использовать другой сервер. Ну что ж, друзья, сейчас я буду заниматься переброской этих ресурсов при помощи второго сервера. Есть такой небольшой лайфхак на эту тему. Ну а мы с вами уже увидимся на базе. Давайте только вот этого деда сейчас распотрошим, чтобы он нам тут жизнь не портил. На, в спину получай. Чёртов гад. Ну всё. Остаюсь здесь, буду переносить ресурсы и увидимся с вами уже на базе. Вот мы и дома, друзья. Давайте приступать к плавке нового вида металла. Я думаю, что у нас откроются сейчас новые рецепты. Только единственный момент, мы, наверное, будем это делать всё дело днём. Если только сейчас не раннее утро. Что-то, по-моему, к тому идёт, мне кажется, да? Потихонечку светает. Вроде бы солнышко начинает пробиваться, да? Хорошо, тогда давайте мы сразу и приступим. Единственный момент, я бы, наверное, сейчас повесил бы сюда всё-таки несколько подсвечников, потому что, ну, как-то тут тускловато. Давайте, наверное, этим предварительно и займёмся. Во-первых, новый вид металла. Я думаю, что мы можем уже загрузить и начать плавить. Посмотрим, что из него будет получаться. Какое-то железо, по идее, должно. Уголь у меня вроде как загружен по максимуму. Хорошо. Его выкладываем вот сюда. Первую вылазку удачную на болото мы с вами сделали. Набрали там немножко металла. Сейчас давайте возьмём меди и сделаем себе немного медных подсвечников. Так, вспомним, что для них нужно. Значит, они у нас вот. Нужна просто обычная древесина и смола. Хорошо. Обычная древесина и смола. Древесина есть же. Есть же у меня же древесина. Да. Сколько? Давайте половинку. Эх, плевать. Возьмём целый. Какая разница? Значит, вот сюда нам обязательно нужен подсвечничек. Даже, наверное, парочку повесим вот на эти два столбика. Я думаю, что будет то, что нужно. Вот сюда один и вот сюда один. Хорошо. Почему-то они не горят. Я вот этого прикола не совсем понимаю. То есть вот, видите, да, он не хочет гореть ни один, ни другой. А почему это происходит, я не знаю. Топливо вроде в нём имеется, да? Давайте попробуем. Ладно, сейчас как-то их сбить. Может, они там... Да я даже не знаю, может, что. Не знаю, что может. У меня каких-то предположений вообще нет. Почему это происходит? Может, их надо пониже? Может, они в потолок там упираются? Давайте попробуем. Ладно, смолу. Ну да, наверное, текстурка вот этого факела, да, она упирается в потолок и поэтому не горит. Ну хорошо, нам не критично. Мы можем его так повесить. Так, вот здесь тоже давайте повесим куда-нибудь вот сюда. Здесь можно вешать высоко, чтобы нам не мешало, да? Ну как-нибудь вот так, чтобы свет хорошо разлетался. Красавчик, молодец. Вообще, вешаю, не вижу ничего. Молодец, хорошо. И вот сюда тоже давайте воткнем. Один. Вот, 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 то, что нужно. Ну и тогда уж давайте вот сюда тоже. А, подожди, не выполнил условия. Что там? Смола. Смола есть. Смола есть. Смола не может не есть. Смолы вроде много было. Ну, короче, есть смола. Это я помню. Где-то, подожди. Есть же смола, да? Да, во, смотри, сколько смолы. Это все вот эти дурачки, которые валят на меня, когда я фармлю ресурсы. Они толком ничего не делают, но с ними долго приходится воситься, особенно если ночью фармишь. Поэтому я на вот этом сервере, который фармерский сервер у меня, я специально построил домик, чтобы там спать. Сказали в комментариях, что, оказывается, время-то контролировать можно. Ну, как бы я об этом знал. Не то, что я же не совсем, как бы, это самое, да? Вот. Хотя кто-то скажет, да ладно, шпилкс, конечно, совсем. Нет, я знал, но единственное, я заигрываюсь. И дел такая куча, что я забываю просто-напросто, что мы с вами можем... Воу, 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 смотри, как класс какой. Ой, новые офигенные ресурсы. Ой, смотри, повалило рецептов сколько, кайф. Просто кайф. Железный меч, смотри, красота какая. Камнерез. Большая кофемолка. Ну, вообще. Ну, вообще, стоячий факел. Шикарная история. Так, сюда мы с вами подкинем уголек, который собрали. Вот сюда подкинем металл. Все. Металл мы с вами весь израсходовали. Давайте, наверное, добросим вот сюда вот еще. Да, вот таким образом. А, интересно, что у нас участвует в изготовлении всех этих предметов? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, мы с вами обязательно делаем все апгрейды, потому что это чертовски важный момент. Значит, что нам, к примеру, нужно с вами на железный топор? 20 железа. Боже мой. Что это за цифры безумные? Смотрите, даже боевой топор есть. Разрушитель черепов. Радость воина. Лучший друг дровосека. Хм, интересно, черт возьми. Железный меч. 20. Короче, все по 20. Как фикс прайс, да? Железный башенный. Укрепленный. Короче, много чего надо. А ну, броньку посмотрим. 20. 20. Жесть. Ну, вот, собственно, у меня статья еще по фарму дополнительная появилась. Хорошо. Тогда мы с вами давайте хотя бы вот это новое железо сейчас потратим на апгрейд наших существующих всяких ремесленных станков. Определенно мы с вами что-то можем делать хорошее, да? Вот, смотрите, например, стойка для инструментов. Улучшение для форж. Это кузница, по идее, да? По-моему. Что еще можем? Вот это... Это было у нас? Какой-то камне... Камнерез появился. Вот он, камнерез. Ремесленная стойка. То есть это оказывается не... Не улучшение. Это просто дополнительный какой-то станок. Ну, давайте его попробуем сделать. Хотя, вы знаете, жалко как-то. По-хорошему нам бы... Нам бы что? Нам бы надо было бы улучшить... Да что-то подзапутался в кнопках. Нам бы вот эту штуку надо бы построить, да? Но у нас, по идее, должно хватить. Однозначно должно хватить, потому что... Эта тема полезная. Ее сделать нужно. Здесь и дерево. Хорошо. Дерево берем. И стоечку, стоечку для инструментов. Красиво. Нужно куда-то разместить, друзья. Прям очень красиво сделать. По идее, она... Да, она вешается. Ну, с другой стороны... Тут ей, как говорится, и быть, да? По-хорошему. Ну, а куда ж еще ее присобачишь? Присандалишь? Во! Крутянское место рабочее какое стало, да? Здорово. Так, теперь у нас, по идее, с вами открылись следующие... Точнее, возможность апгрейда. Да, нам нужна только куча-куча бронзы. Так. Кирка. Кстати, а что нужно на железную кирку? Сыграли на пианино на местном. Железная кирка. Вот она. 20 железок. Кто бы мог подумать. Ну, у нее, смотрите, урон 33. Да, а у нашей кирки третьего уровня 35. То есть, если мы заапгрейдим нашу кирку. Ну, в любом случае, я ее оставлю, потому что на фарме я беру еще из оленьих рогов кирку. Так что вот эту я по-любому оставлю. Вы знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Нам нужен дежурный ящичек. Переставить его куда-нибудь вот сюда. Хочу немножко переоборудовать вот это место. А, кстати, смотри, у нас появилась еще возможность... Армированный сундук. Качественная древесина. Слушайте, ну в нем же по-любому места больше, да? Должно бы. Но мы с вами это будем проверять однозначно. Погнали, значит. Вот сюда у меня, по-моему, горстка качественной древесины должна была остаться. Кучу я израсходовал именно на всякие вот эти рюшечки красивые. Ну, у меня 10 есть как раз. Как раз кусочек небольшой древесинки. Ну, душа радуется, когда смотрю на свою таверну. Прям реально душа радуется. Красиво получилось, здорово. Душевно. Тепленькая такая вся, светится. Так, окей. Значит, мы с вами сейчас. Короче, надо как-то нам по-хитрому сделать. Ну, сейчас мы сделаем, наверное. Не знаю, пока что-то мысль не идет. Хочу. Хочу сделать по-хитрому, но для этого мне нужна была обычная древесина, которую я выложил, да. Хорошо. Так, обычная вот она. Это вот какая-то иссохшая кость. Похожа на кусок старой древесины. Не знаю, зачем. Пока положим ее сюда. Сейчас я мудрю, мудрю. Сейчас я намудрю. Подождите. Просто ящик вот сюда ставлю. Просто освобождаю место. Выкладываю всякую муть, которую насобирал. Так, так, так. Не все. Нужно выложить. Нужно будет еще сейчас вот отсюда забрать. Да, и выложить вот сюда оставшиеся. Выкладываем самое тяжелое. Ну, вот так вот. Забираем вот это и ломаем вот этот сундучок. На его место мы сейчас с вами как раз поставим... Так, дерево. Дерево, дерево. Подождите, мы же можем его просто забрать, да? Да. Значит, на его место мы сейчас поставим с вами вот этот армированный сундук. Посмотрим, какой он по вместимости. Мне вот здесь он на самом деле очень нужен. Сундучок. Оп. Ну, на один рядочек больше получается, да? Ну, и то же дело. То же дело. Значит, сюда мы вываливаем вот это вот. Все это у меня здесь для всяких апгрейдов, потому что так или иначе это требуется. Давайте, наверное, вот так вот тоже дерется. Сюда положим немного. Отсюда мы вот это вот все забираем. Даже оленью шкуру заберем. Все, отлично. Ну, вот это забираем все себе. Уголек, наверное, надо бы подкинуть. Но, скорее всего, по плавке у нас все, я думаю. Уголь уходит просто тоннами вообще. Тоннами. Нереальными. Я обычно заряжаю полностью, чтобы потом у меня в случае переплавки все тут работало и функционировало. Хорошо. Так, ну что ж. Я даже не знаю, что мы с вами еще придумаем на сегодня. Нужно много. Очень много нам с вами вот этого металла. Матерого. Я почти все израсходовал, да, получается. Дайте загляну сейчас вот сюда. Гляну, что нужно хотя бы на кирку. Потому что кирка, скорее всего, будет пошустрее долбить все это дело. Ну да, 20 нужно. У нас столько не будет ни при каком раскладе, да. Здесь у нас уже все, да, по нулям. У нас только лишь 14. Но тоже неплохо, кстати. Тоже неплохо. Можно будет пофармиться. Пойдемте сейчас посмотрим, что можем новенького жарить, парить. Дерево есть немножко, да. Новенького можем жарить, парить здесь на кухне. Так, вот это что такое? Кровавое месиво. Фу, туша называется. Смотрим. Колбаски. Колбаски делаются из чертополоха. Одного сырого мяса и двух потрохов. Потроха должны быть не жареные, да, обычные. Здоровье и выносливость. На 1600 секунд. Колбаски мега крутая штука. Обязательно будем их сейчас делать. Так, основа для медовых сопротивления морозу. Угу. Хорошо. Очень полезно это было. Полезная была сопротивление яду. Кстати, сопротивление яду. Для болот это самое то, что нужно, я думаю. Королевский джем. Давайте колбасок сделаем немного. Сырое мясо и чертополох. Так, что-то у меня тут не ложится. Сейчас мы пассианс разложим. Так, чертополох был у меня, по-моему, вот здесь. Кстати, его немного. Надо бы озаботиться тогда его поисками. А, я не смогу сделать, потому что у меня нет чертового места. Ладно, давайте тогда вот это вот сюда. Остальное все пока приберегу. Трофей слизь. Прикольно посмотреть, как выглядит на стене. Может быть, сейчас и посмотрим. Давайте сделаем колбаски. Смотрите, четыре штуки делается. Очень выгодно, на самом деле. И знаете, я замечал, что если нет одной свободной ячейки, то будет тупить персонаж и не делать даже в ту, которую стакается. Вот такая вот хитрость. Я думаю, что это дело пофиксит, наверное. Вот, смотри, мы все с вами израсходовали, все сделали. Хорошо. Пойдем сейчас посмотрим, как выглядит трофеечка вот этот на стене. Вот так мы забираем. И вот так вот мы с вами вешаем. И мухи, смотри, мухи летают. Прикольно. Ну, это не для таверны. Такое оформление. Это мы какую-нибудь кунцкамеру нам сделаем и присобачим туда. Здесь у нас все должно быть такое. Победное, трофейное, красивое, мощное. Вот они гвоздики, которые... Точнее, которые я использовал когда-то для лодочки. Но с тех пор прошло много времени. И лодочка уже пока что не нужна временно. Так, хорошо. Хорошо. Это мы сейчас заберем. Пойдем еще немножко потопчемся здесь по хозяйству. Сходим, проведаем кабанчиков. Соберем мед с пасеки. Вот это вот сюда. Пробовал я вешать, кстати, какие-то вот эти черепа. Но он очень-очень маленький. Не выглядит мощно. Не выглядит как бы так, чтобы, эх, повесил, как голова тролля, например. Да, вот голова тролля выглядит реально очень мощно. Кстати, кстати. А у меня мыслишко-то более лучшего характера тут возникло. Давайте-ка мы сейчас с вами, да, так и сделаем. Значит, вытряхнем карманы полностью. Вот это вот забыл выложить. Вот эту слизь. Пока непонятно, зачем она нужна. Отвратительно воняет. Выглядит того хуже. Зачем она вообще нужна? Неизвестно. Но мы подождем и найдем, конечно же, ей применение. Так, вот это вот сюда тоже положим. Пока не знаю, зачем эта кость нужна. Хорошо. Так, кстати, а здесь что-нибудь новое появилось у нас? Гнилостная бомба. А, вот, кстати, жижа делается. Точнее, нужна в рецепте изготовления гнилостной бомбы. Кружки можно делать, но нужна другая древесина. Кстати. Ремонтик никто не отменял. Смотрим дальше. Чертополох забыл выложить. Сейчас выложим вместе с медом его. И вот отсюда мы с вами забираем все. Не просто так, друзья. Мы отправимся сейчас к торговцу. И попробуем купить у него удочку. Может быть, в следующий раз мы с вами в следующей серии попробуем порыбачить. Посмотрим, как этот процесс происходит. Интересно, неинтересно. Кстати, я медок собирал, получается, недавно. Потому что по одной штучке всего лишь выпадает. Еще нашел несколько маток. Две или три, по-моему. Можно, кстати. Можно будет расширить нашу пасеку. Нет, черничку-то, брат, брось. Брось, братка, черничку-то назад. А, ну не сюда. Не сюда. Ну красиво же давай делать. Ну мы же с тобой поставили эти кормушки. Не просто так же, наверное, да? Чтобы класть еду в кормушку. А не разбрасывать здесь антисанитарию, разводить. И так свиньи живут. Как свинки радуются, свинкам хорошо. Еще три поросеночка у нас на подходе. Замечательно. Ну вот смотрите, две свиньи за пару-тройку игровых дней дают внушительный прирост по поросятам. Мест выложим, чертополох выложим. И рвем к торговцу. Закупимся у него удочка. Я думаю, что у нас должно хватить. Так, отлично. Меда вообще вагон. Просто гигантский вагон. Не знаю, куда его девать. Торговец у нас был под номером... Четыре? Да? Наверное. Такая земляночка душевная получилась. А там устройство. Практически гиперпространственного перемещения. Ну привет, друг мой. Давай-ка мы с тобой поторгуем. Забирай все барахло. Четыреста восемьдесят пять, да? Удочка стоит триста пятьдесят. Но, но, вот что мне может отсюда быть нужным? Плоти мира. Она участвует в крафте какого-то оружия, насколько я помню. Но мы, конечно же, будем брать удочку. Это раз. И наживок, да? Сто штук у нас ложится. Но, в принципе, это нормально, мне кажется. Сто наживок. Я не знаю, как быстро ловится рыба, но я думаю, что нам надолго должно хватить сто наживок. Давайте, чтобы голова не болела, купим еще парочку. Все-таки десять монет. Это сущие копейки. Но два стака наживок, я думаю, что нам с вами за глаза этого должно хватить в будущем. А это значит, что в следующей серии, друзья. Намечается новая постройка под названием Домик Рыбака с небольшим пирсом для того, чтобы ловить рыбку. Посмотрю, где ее лучше разместить. Сейчас уже, конечно же, ничего не буду на эту тему ни думать, ни располагать. Я думаю, что, наверное, где-то там будет. Но это все будет в следующей серии. Хорошо, хорошо. Удочку тоже посмотрим в следующей серии, друзья. Сейчас тоже не будем на нее пока обращать внимание. Я вот не знаю. Коль у нас есть колбаски, скорее всего, нам вот это мясо не очень нужно. По крайней мере, его не нужно столько. Монетки забыл выложить. Давайте вот сюда сейчас бросим. Мне кажется, столько нам не нужно. Потому что я, скорее всего, сейчас делаю, может быть, вылазку на болото и подзафармлю там вот этих всех местных тварей, гадов, ползучих и вонючих, чтобы набить с них еще мясо и еще сделать колбасок. Уж очень они хороши. Свинки нам будут давать потихонечку мясцо. Это хорошо. Ягодкой прикормим их. Будет все отлично. Слушайте, ну неплохо получилось, я считаю. Для первого похода на болото. Отлично. Мы с вами принесли новый металл. Научились делать новые всякие разные штуки. Ну, точнее, еще будем делать. Выучили только лишь рецепты. Апгрейдили еще нашу кузницу до третьего уровня. Что тоже хорошо. Купили удочку. Прекрасная вещица. Пригодится нам по дальнейшим нашим прохождений. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите советы, предложения, пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.